приветствую тебя дорогой зритель в этом видео у нас macbook pro 13 mi 2017 a1708 модель без touch bar и мы будем на нем менять целиком топ кейс вот эту вот часть для этого мы разберем полностью рабочий компьютер и с него перенесем наш топ кейс такой же модели давайте поближе посмотрим данный компьютер он работает но кнопки все-таки залипает включить он полностью рабочем состоянии кейс мы возьмем с полностью рабочего компьютера практически нового 20-30 перезарядки видеть полностью новый компьютер разберем вот он даже включается загружается работает клавиатура тут свежие и батарейка свежая поэтому мы заменим целиком кейс наш я уже за кадром разобрал посмотрите все чистое идеальное сейчас мы наш кейсик установим с клавиатурой вместе но почти все чистые новые прекрасно нажимаются используем отвертку пенталоп 1 и 2 миллиметра выкручиваем все винтики используем присоску а также какую-нибудь пластиковую карточку чтобы подцепить отстегиваем выкручиваем батарейный шлейф ну так мы видим что компьютер проливали на него что-то сладкое сюда сюда вот попал сюда что-то липкое и в этой части плата соответственно не пострадала индикаторы белые материнской плате для разбора внутренней части используются отвертки т5 т4 и пенталоп 0 8 миллиметров тот что для iphone далее уже переходим к извлечению дисплея здесь вот в первую очередь нужно будет извлечь антенный модуль здесь у нас используется отвертка пенталоп 0 8 миллиметров то что раскручиваем айфоны остальные отвертки так остаются прежними т4 и только здесь используется т9 и 10 выкручиваем винты антенного модуля аккуратно потом выкручиваем винты сердцевины где у нас крепится дисплей наш новый кейс уже подготовлен надеваем матрицу аккуратно видите эту часть и вы тут у нас есть натяжители надо поаккуратнее с ним так чтобы они не завернулись под дисплей вот натяжители конечно их надо будет под натяжкой устанавливать и прикручивать в таком положении они как раз защищает шлейфы от перетирания но условно защищают в любом случае на этих моделей проблема flexgate до сих пор и есть модели шестнадцатого и семнадцатого года восемнадцатом годе они удлинили вот эти шлейфы подхватываем винты матрицы потом закрываем дисплей позиционируем чтобы ровно его выставить ну и уже потом продолжаем закручивать все остальные винтики прежде чем вернуть материнскую плату на место давайте почистим от пыли заменим термопасту это нужно сделать выкручиваем винтики аккуратно счищаем старую зубной щеткой термопасту пересохшую наносим новую и закручиваем далее возвращаем материнскую плату на место подключаем все шлейфа имейте ввиду шлейф батареи подключается самым последним и прикручивается когда уже все работы выполнены теперь давайте включим посмотрим как у нас получилось крышку пока не буду закрывать поднимаем по идее он должен автоматически сам включится подсветка запустилась пошла загрузка значит все хорошо все можно теперь закрывать крышку протереть ее от сладкого и проверить на внешке мы заменили кейс авиатура работает я уже проверил все кнопочки функционируют в общем что говорит новый кейс вот если вам понравилось это видео ставьте лайки если у вас есть вопросы напишите в комментариях я на них отвечу пока пока до следующего видео ой саняша ой саняша хорошая кофочка ой саняша серенькая зайка мурмур сделай ну ка мурмур ой умница саняша ой какая хорошая саняша ну ка мурмур Продолжение следует...